Строительные работы в обоих зданиях завершены. Сейчас устраняют небольшие замечания. Свои двери малышам детские сады смогут открыть в следующем году, после оформления всех разрешительных документов. Небольшое отличие от предыдущих детских садов – это, наверное, более жесткие нормы в части пожарной безопасности, в части сигнализации. И как раз именно в этих детских садах более усилена в том числе система пожарной безопасности и система вентиляции. Сейчас здания оснащают оборудованием. Установлена сантехника, закупают кухонную мебель. Лариса Подсадник и министр образования Республики Роман Голбев посетили объекты, чтобы убедиться, что всем необходимым садики обеспечивают в срок. Я правильно понимаю, что в ноябре-декабре оборудование будет полностью уже все поставлено и установлено? В неделе оборудования все будет поставлено. То, что отдельно город закупал, помимо контракта на строительный монтаж для работы, в течение недели-полутора все будет поставлено на сад. В рамках национального проекта «Демография» на каждый детский сад направили почти по 118 миллионов рублей. 99% этой суммы из федерального бюджета. Уже этой весной дошкольные учреждения смогут принять 300 детей. Строительная готовность объектов уже практически стопроцентная. Мы сегодня убедились, что идет поставка оборудования. Сейчас облагораживается территория, идет также поставка оборудования на территорию, монтаж оборудования. То есть фактически детский сад в ноябре уже будет готов. Потом у нас есть определенные процедуры, которые мы должны пройти по вводу в эксплуатацию. И еще раз повторюсь, весной детские сады на территории микрорайона Куковка примут малышей. Также современные детские сады появятся в микрорайонах Древлянка, Ключевая и еще один на Куковке. Даниил Филин, Алексей Миронов, Служба новостей.